привет чуваки с вами говно да да не удивляйтесь с вами говно 007 и сегодня я хотел запилить ролик ну как бы опять в моем стиле не о чем так сказать вот я вчера сделал ролик да чуваки если серьезно о том что в россии приватизация полным ходом идет очередь в эти конторы где приватизироваться нужно там люди записываются какие-то очереди отмечаются там днем и ночью там может стоять конкретно не надо в очередях но надо приходить там отмечаться что-то там как еще то такое а я значит сказал что у нас швеции такого никогда бы не было просто на швециях на компьютер нажал на две кнопочки и приватизировался а мне кто-то написал что типа швеция население маленькая поэтому очередей нету но я не знаю чуваки если вы считаете что в населении дело да вот я сомневаюсь если бы в америке сказали всем приватизировать свои квартиры там был то там бы была какая-то охранительная где-то очередь я вот сомневаюсь вот поэтому дело все-таки не в количестве населения мне кажется вот а в продвинутость в продвинутости населения я помню в ссср когда был полный полный дефицит всего люди занимали в очередь в один магазин в другой магазин типа там подходишь там там дядя я после вас ладно я отбегу в другом магазине очередь займу в швеции очередей то нету а там где есть очередь там такая система проходишь открываешь такой номерочек отрываешь номер пятьдесят три допустим да и он твой ты можешь идти сцать куда-то срать в другой магазин просто рассчитай примерно что пятьдесят три примерно ну будут будет загорится цифра пятьдесят три на табло где-то там через 30 минут до приблизительно и не делай свои дела 30 минут пришел пятьдесят три засветилась на там на табло да показал номерочек и пожалуйста покупай что хочешь там или куда-то ходил в очередь зачем не по не знаю я знаю чуваки что еще скажете что и в россии такое есть да сейчас наверное есть но не везде как почему нету такой вот фигни там где например нужно приватизироваться тоже непонятно какие-то отец мечалова там дежурные стоят ну ладно ладно и хер с ним пишите в коментах чего поэтому думаете а чё я хотел еще то сказать а вот насчет приватизации и насчет жилья вот например каждый раз когда я смотрю какую-нибудь передачу про россию или программу время да очень часто вижу такие дома до которые вот но я бы не рискнул таких домах жить они вот-вот типа ну развалятся и насколько я знаю в россии многие дома вот так вот не с того не сего так раз и могут рухнуть в аварийном состоянии дома короче так вот швеции вот хотите верьте хотите нет нету домов в таком вот аварийном состоянии ну но нету потому что если бы в швеции где-то дом был в каком-то хоть в маломальско аварийном состоянии здесь бы никто мозги никому не парил никто ничего бы не утаивал сразу бы всех просто выселили сразу бы выселили причем не на кудыкину гору выселили бы а в другие квартиры просто выселили бы или не знаю куда но жилья бы точно предоставили и дом бы этот нахрен снесли бы сразу и построили бы сразу новый за четыре месяца бы новый уже дом стоял вот хотите верьте хотите нет поэтому вот тоже мне непонятно почему почему в такой стране как россия да ведь русские люди они умные они трудолюбивые и правительство вроде не глупая да почему нельзя вот эти вот старые дома там хрущевские там или сталинские или как они называются почему нельзя вот эти вот дома снести нахер и построить новые я не понимаю в россии что нету материалы из чего дома строят я не понимаю вроде богатая страна вроде все есть людей херова туча в москву уже селить некуда она резиновая стала говорят и все равно и все дома стоят и как стояли и стоят и как бы они не аварийным не они не в аварийном состоянии наверное по бумажкам но по жизни по ним уже давным давно свалка плачет по этим домам вот вот я чуваки не не понимаю этого я вот этого просто не понимаю почему не сносятся старые дома и на место этих старых домов не строятся новые дома мне это непонятно вот ни с какой стороны вот как вот сколько я уже думаю я вот этого не понимаю везде какие-то палки в колеса я думаю есть такие жильцы я услышал просто там где-то там в каком-то селе там мост поломался да и жители этого села сами сложились и построили мост да так вот и думаю точно такие же какие-нибудь жильцы может быть там не в в многоэтажных домах но там поменьше может быть они бы уже с удовольствием бы и снесли свой там двухэтажный дом и построили бы новый наверное и смогли бы это сделать чисто и по финансам и и физически все но наверное нельзя вот 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 по закону наверное нельзя вот по закону надо чтобы человек жил в старом доме да еще в этот дом старый рухнул чтобы там всех поубивала вот это наверное можно может я щас чего-то не прав я не знаю я не знаю может я чего-то не догоняю потому что я в россии не жил я жил в ссср и в россии никогда вот за это время сколько я живу в швеции ни разу не был мне трудно судить как бы то что я вижу по телевизору иногда это полный бред а многие люди даже в россии мечтают жить в собственной квартире какой угодно хоть в таком доме которым вот-вот завалится там я смотрел в некоторых фильмов передачах документальных и в новостях как у людей там интервью берут да люди живут у них там стены какие-то в этом самом в грибках потеки на потолках эти этот же грибок когда в квартире есть им дышишь это же вредно все болезни вся херня в швеции если обнаружат хотя бы маленькую маленькую точечку где есть грибок и вызовут специальных таких специалистов которые обнаружат что да в этой квартире есть грибок там сразу из-за такого маленького грибка вам пол хаты разнесут отремонтируют и таким специальным воздухом это будут еще высушивать не знаю по моему неделю или две чтобы этого грибка нахрен не было в россии я не знаю я не знаю может что-то не понимаю чуваки но многие живут в таких условиях ну у нас здесь негры живут лучше если честно сука что-то я на релаксы стал похож своим базаром только только сейчас заметил вот чуваки там какие-то смотрю там путин каким-то выдает пенсионерам военным квартиры сука дядя какой-то полковник отслужил родине не знаю там 20 или 30 лет и ему только сейчас дают на его огромную семью там у них не знает муж жена еще четверо детей какую-то живопырку там трехкомнатную 50 квадратных метров ты блин вообще охренеть тут приезжают сука негры которые не знают как на унитаз посрать сходить им дают квартиру ну ладно в спальном районе но сама квартира вообще дуб там все все есть и туалет и ванная и кухня и плита причем когда квартиры швеции дают не надо ни холодильник ни питу свою покупать не надо это все входит в стандарт и плита и холодильник и стиральная машина все это входит в квартиру я просто не понимаю этого какие-то негры живут лучше чем полковники в россии в швеции в швеции негры живут лучше чем полковник в россии не понимаю я не понимаю эти негры для страны для шведской ни хрена не сделали они только приехали сдались в полицию получили вид на жительство им сразу пожалуйста и квартира и еще денег на жизнь не знаю чуваки я не знаю у меня нет слов может я не прав пишите там своих комментах ну ладно будем прощаться всем говна орать не буду потому что сегодня я узнал что у одного из моих подписчиков родился ребенок чо о